Всем привет! Ну что ж, сегодня наконец-то я собралась с мыслями, обдумала все, что я хочу вам рассказать. И сегодня я вам сделаю обзор на косметику Andalou, да, так она называется, Andalou Naturals. Это натуральная косметика, я уже заказала примерно где-то, ну, пару месяцев назад, и пробую ее примерно три недели после того, как она мне пришла, может быть, даже уже месяц. Я заказала тут три продукта из двух разных серий, такие, как бы, вещи, которые я хотела давно попробовать, и вещи, что мне не нужно. Мы начнем с первого, самого простого, это вот эта вот фиолетовая серия, которая вообще, на самом деле, как оказалось, она рассчитана для сухой кожи, да, очень сухой кожи, и она относится к возрастным, всяким там, то есть это возрастной ход. Ну, не так страшно, поскольку я всего-навсего заказала тоник для лица, который у нас идет на цветении и листиках, так написано прямо, на Blossom and Leaf. В общем, на цветении чего-то и листиков, ну, то, конечно, косметика сразу хочу сказать, она, да, натуральная, я проверяла все составы. Все составы я проверяю, у меня окно открыто, если вы слышите шум ветра, извините, пожалуйста, но мне жарко. Все составы я проверяю на сайте, ссылку на сайт, на котором я проверяю, я оставлю вам внизу. Я проверяю на английскоязычном сайте, который, если вот дословно в переводе переводить на русский, называется Американская некоммерческая организация по защите окружающей среды. А есть также очень похожий сайт на русском языке, который я нашла, немножко непонятный на русском языке сайт, но вместе с тем, все, что я проверяла на англо-сайте, на русском сайте, абсолютно сходятся, поэтому, в какой-то степени я, да, доверяю этому сайту, поэтому ссылку на него тоже оставлю вам. Голос. Внизу. И также я еще нашла один сайт, который называется Baby Green, по-моему, русский сайт, который я не смотрела, если там они объясняют, откуда источники, все информации, что они берут и насколько правдивы источники, но также все, что я читала, очень точно переводится с того, что пишется на вот этом английском сайте, и вообще информация, которая с проверенных источников, поэтому его тоже вам оставлю. Все эти терсайты, там вы можете проверять косметику, читать что-то натуральное, что значит составы и тому подобное, чтобы я вам в узге этим не парила. Кому это интересно и кому это актуально, вы зайдите сами почитайте, потому что я считаю, что каждый к натуральной косметике так или иначе должен приходить сам, а не слушать кого-то. Ну, в любом случае, что знаю, то спрашивайте, я вам расскажу. В общем, тоник, для чего я заказала тоник? Я вам рассказывала как-то давно, что я люблю пользоваться ночью маслами вместо кремов, и я пользуюсь маслами, как рассказывают пользоваться в Clorance, что перед тем, как вы наносите масло, вы должны попшикать водой или чем-то, или просто на влажное лицо, и нанести потом масло вот такими вот, ну, то есть движениями, которыми вы прислоняете ладошку, как бы, в которой уже растерто масло к лицу. И мне все время не хватало вот этого вот моста, влажного моста, то есть мне было как-то неудобно, что я должна, то есть я умывалась, протела лицо тоником, тоник высыхал, и что тогда? В сумме, опять лицо нужно было мочить водой, мне как-то казалось, что это какой-то, ну, вот что-то мне там не хватало. Я раньше пользовалась термальной водой, но потом послышала мнение, что термальная вода такая же обыкновенная вода, как и из-под крана, и перестала ей пользоваться. И начала потом пользоваться тониками, но потом думаю, ну что, это какой-то вот двойной тонизация, нафиг она нужна? Тоже перестала, но чувствовала, что мне не хватает этого, вот этого вот моста. И я решила все-таки, да, заказать тоник, и я очень рада, что это сделала, потому что для меня это, конечно, я пользуюсь для лица другим тоником, не этим. Этим я пользуюсь исключительно перед самим нанесением масла. Я распрыскиваю буквально три пшика на лицо, и тогда наношу масло, и это масло хорошо впитывается. Это также еще, поскольку он для сухой, для очень сухой кожи, очень хорошо увлажняет. Помните, я вам как-то рассказывала также, что у меня был вот такой вот от MAC Fix Plus, и мне не нравился он на лицо, поскольку он с моим лицом ничего не делал, но перед тем, как наносить тональные крема, я любила его пшикать на кисть, вот так вот. В общем, он у меня закончился, сюда я налила чуть-чуть тоника, и начала также пшикать на кисть, потому что я настолько привыкла к тому, что кисть мокрая, когда наношу тональник, что мне теперь с сухой кистью очень странно его наносить. Но мне не очень нравится, как это средство работает на дневной основе, потому что из-за того, что оно все-таки для сухой кожи, оно меня увлажняет чересчур на день, и я чувствую, что мое лицо без него или с ним отличается, как оно, ну, как оно чересчур сильно, короче, для меня оно увлажнено, оно немножко блестеть начинает. Поэтому для этой процедуры я себе просто заказала на самую обыкновенную термальную воду все-таки опять. Пусть она будет самая простая вода, хотя бы она будет не такая жесткая и без хлорки, как она у нас из-под крана. В общем, тоник, что-то я у меня такой на 7 минут про один тоник. Хороший тоник, хорошо увлажняет лицо, замечательный мост на меня перед нанесением ночных масел. Пятеркам советую. Следующее, что я заказала, была маска. Это так, чтобы я по-русски... Я с этим русским умным, сейчас вам скажу, подождите. Следующий продукт, это будет маска для лица. Вот такая вот маска, он у них, по-моему, бестселлер, что-то типа того. Это на самом деле, чтобы я не ошиблась это слово, он с гликолевой кислотой. Гликолик маск, то есть с гликоликовой кислотой, никогда я поговорить не могу. Он у нас тыква и мед. Что он должен делать? Он, кстати, для нормальной комбинированной кожи. Что эта маска должна делать? Она, в принципе, работает на клеточном уровне, насколько я понимаю. На уровне клеток, которые у нас неработающие, уснувшие, которые поврежденные, которые здоровые. Она их уснувшие обновляет, поврежденные восстанавливает и здоровые регенерирует. Как-то правильно, наверное, переводится. В общем, она мне напоминает две маски, которые у меня уже есть. У меня вот есть вот эта маска от Michael Todd. Это маска на основе тыквы. Тоже на тыквы, которая восстанавливает и увлажняет. Тут написано, что все-таки это для всех типов. И также у меня есть вот эта вот гликоловая тоже с кислотой. Маска, которая восстанавливает и придаёт сияние от Рен. Я скажу, что вот эта вот маска, она между чем-то вот этими двумя масками или соединения их. Она мне не понравилась, потому что, ну, как-то она ничего просто не делает. Я никакого эффекта после неё не увидела. Потому что у меня есть те две маски, после которых я вижу эффекта. После неё я эффекта никакого не увидела. Но если у вас числительная кожа, то будьте с ней аккуратны, если вы захотите её попробовать. Она очень щипет лицо, хотя не так сильно, как Michael Todd. Michael Todd вообще так щипет лицо. Это так, наполовину, но сильно щипет лицо. После него лицо всё-таки красненькое. Ну, как-то я... Если Michael Todd, например, заживляет мне разные прыщички и всему подобное, я прямо вижу, как, знаете, кожа восстанавливается. Если вот это после этой маски. Вообще личико такое вот, как будто бы после спа-салона. Потому что она вообще такая вкусная, джеливая, хорошо пахнет. Она у меня заканчивается. Просто эта супермаска. Я её обожаю. Она самая любимая. Она, кстати, тоже натуральная. Да, да. Вот. То это как-то после неё ни сюда, ни сюда ничего нет. Поэтому я больше покупать не буду такое. Хотя я больше всего хотела её попробовать, на самом деле. Из-за неё я сделала вообще весь заказ этой косметики. Она выглядит как... Как тыква. Вот. Она пахнет, как тыква. Все маски тыквенные пахнут, как тыква. Между прочим, не важно, что туда добавляют. Они очень пахнут, как тыква. Вот. Поэтому эту маску я лично не советую. Но, вы знаете, это такое скептическое мнение. Потому что я уверена, что многим она понравится. Я очень в этом уверена, что многим она понравится. Поэтому я не могу вам советовать не покупать. Но я вам рассказываю своё мнение. Последнее, что я заказала... Кстати, и маска, и вот этот серум, что я заказала, они все из оранжевой линии. Они все, кстати, разделяются по цветам. Кстати, смотрите. И это оранжевое, и это оранжевое. Хорошо придумано, что одних и тех же цветов. И это всё для нормальной комбинированной кожи. А эта маска для какой кожи? Она, по-моему, это всё-таки для всех видов кожи. Ну, неважно. В общем, это у нас высветляющий и осветляющий, или как это правильно сказать, серум с витамином С. Давно я хотела попробовать серум и с витамином С. У всех, кстати, продуктов хорошие составы. Сейчас я его растрясла, но тут уже нету почти половины. Я им, помните, в видео о своём утреннем уходе показывала, что я им пользуюсь утром. Но я перестала им пользоваться утром, потому что он тоже мне жарнит кожу. То есть кожа становится намного... Не то, что сало кожное, подкожное вырабатывается. Просто лицо становится более несвежим, намного быстрее, нежели без серума. Вообще, я поняла, что утром я люблю умылся, протонизировала лицо, на нём с кремой пошёл. То есть, ну, косметику сверху. Но больше никаких серумов там, всякое такое не добавлять, потому что что-то мне всё это делает больше как-то, не знаю, блеска на лице. Я обычно тонизирую самым простым тоником. Сейчас я пользуюсь тоником Switch Hazel. Я сейчас не помню, как это на русском. Ну, про него я вам тоже расскажу в покупках, потому что он тоже новый. У меня вообще вся косметика меняется, у меня всё новое, то есть уходовая. В общем, он мне понравился. Я его наношу на ночь, но очень активно его наносила на ночь, где-то две недели. И прям по три нажатия, по-моему, я немножко сожгла себе кожу, тем не то я на себе сид на лбу. Поэтому нужно с ним так поаккуратнее. Всё-таки одного нажатия будет достаточно. Он отлично впитывается кожей на ночь, он прямо хорошо высветляет. Это очень видно. То есть, что написано, что он делает, в плане восстановления, я не знаю, если он восстанавливает, понимаете. Это такие вещи, которые можно только, ну, через некоторое время понять, если у меня кожа стала лучше, хуже. Но высветляет, это сразу видно, потому что, ну, утром просыпаюсь у меня так, знаете. Те ранки, которые давно зажили и были от них пятнышки, вдруг они становятся намного, то есть, намного светлее, более-менее уже с кожи одного цвета. В общем, мне эта штука понравилась. Я, конечно, хочу попробовать другим. Не знаю, понравится всем, не понравится всем. И сразу вам хочу сказать. Да, всё, что я советую или не советую, это, как я всегда это говорю, дополнительное вам мнение. Но решайте сами, читайте ещё отзывы. Те, что нравится мне, не обязательно понравятся вам и наоборот. Я его советую, мне он понравился. Знаю, что моей дорогой Ане он не понравился. Аня сказала, что он какой-то для неё был бестолковый, да. Но она примерно живёт в таком климте, как я, только в Америке. Поэтому, ну, вот, в общем, как-то так. Мне он, да, понравился. Вот, но только на ночное время суток. Ну что, вот такие вот три продукта я смогла попробовать с этой марки. Кстати, я знаю, что мне сказали, и потом я обратила внимание, что вообще на русскоязычном ютюбе и вообще у русскоязычных, то есть в России, ну и подобных стран, эта марка относительно популярна и ей пользуется. Я этого не знала, вообще, если честно, и купила относительно наобум. Я купила все продукты на Витакост, 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 Витакост. А также можно их купить на iHerb. Ставлю ссылки и на то, и на то, где вам дома там покупайте, если вы захотите попробовать. Очень, кстати, достойная, хорошая фирма. Я, конечно, мало чего пробовала из натуральной косметики, что представленные на Herbie и на Витакост. Но я могу сказать однозначно, что это очень достойная, хорошая марка, которая, ну, в принципе, если вам интересно, обязательно попробуйте. Тут у них классно все расписано. Не знаю, меня она впечатлила. То, что мне, может быть, не понравилась маска, это ерунда. Мне очень часто нравится, например, вы знаете, как я люблю мак и всех помады. Но, например, тени мак я терпеть не могу. Поэтому, ну, очень часто у меня есть любимая марка, но я не знаю, что все продукты я люблю. Так и здесь. Мне не все понравилось, но, в принципе, отличная марка. Так что я советую, если вам интересно, обязательно удовлетворить свое любопытство и что-то попробовать. Поскольку я вам говорила, что в последнее время я себя чувствую как клоном в плане косметики, что у меня все одно и то же, одно и то же, как у всех блогеров, одно и то же, у меня одно и то же, то я начала экспериментировать, заказывать разные вещи, которых нет у всех, разную косметику, которую мало говорят. Поэтому в ближайшее время вы в основном будете слышать от меня рассказы про разную ходовую косметику, которую я мало где вижу и которую заказываю исключительно по отзывам на сайтах и по составным каким-то, что мне подходят. как-то мне хочется больше в мэй 31 настроить себя на правильный более удачный и красивый нет не красивый это не правило более удачный и нужный и хороший уход вот и все заболталась на сегодня все увидимся очень скоро всем привет сегодня у нас будет видео болтушка соберу шка кофеюшка самом деле сейчас утро я решила сесть и снять вам видео который давно планировал снять и за